Наличие отсутствия температур не имеет никакого значения для вызова врача на дом. Если вы почувствовали любые признаки вирусной инфекции, которых все, наверное, уже знают, это насморк, кашель, першень или боли в горле, это, может быть, характерные для ковидной инфекции, может быть, слышали либо изменения, либо снижение обоняния, все, что вы почувствовали. Чаще всего оно сопровождается повышением температуры, но изредка бывает так, что температура не повышена, либо она совсем маленькая, небольшая, там 37,1,2. Безусловно, нужно вызвать врача на дом. Такая история. Документы, которые на государственном уровне принимаются для этих категорий граждан, они постоянно меняются, надо я вам рассказывать ситуацию, которая на данный момент. Если пациент входит в группу риска или по возрасту, или по хроническому заболеванию, про возраст его работодатель, безусловно, знает, да, и это его ответственность привлекает, он его к работе в момент самоизоляции или не привлекает, да. Если у пациента имеются хронические заболевания, приказом Минздрава предусмотрена выдача специальной справки, в которой не отражается диагноз, но отражается сам факт того, что пациент имеет определенное хроническое заболевание, по которому он не должен в период самоизоляции привлекаться к работам. Эта справка может быть заказана в поликлинике дистанционно. Мы проверяем по своим базам. Если у пациента действительно есть заболевание, которое подходит, да, в эту группу, то ему выдается справка о том, что оно есть, и он предоставляет ее работу. Дать ли он, опять-таки, не должен привлекать человека к работам. На данный момент выдача больничных листов для этой категории граждан не предусмотрена, но нам известно, что обсуждается этот вопрос. Возможно, это будет, но сейчас, на данный момент, больничные листы пока этим людям не выдаются. Это ответственность работы дать, не привлекать их, этих людей. Тест на коронавирус, безусловно, назначает врач. Он делается по назначению врача. Сразу скажу мне, что никакие платные тесты не делаются, потому что в них и нет большого смысла. Сейчас объясню, почему. Тесты на коронавирус делаются в нескольким категориям граждан. Это заболевшим, и у которых в эпидемическом анамнезе есть несколько, да, в их истории. Есть какие-то провоцирующие моменты, настораживающие, ну, например, контакт с больным, да, или он приехал из неблагополучной области, или он длительно лихорадит. Безусловно, этим больным обязательно делается этот тест. Более того, мы сейчас приняли решение каждому больному, заболевшему с признаками вирусной инфекции, делать тест на ковидную инфекцию. Этим пациентам делается. И, безусловно, это делается для группы лиц, которые находятся в контакте, в семейном, в рабочем контакте, у которых уже имеется подтвержденная ковидная инфекция, да, обязательно. Делается это в результате эпидемиологического исследования, ситуации, которую проводят наши эпидемиологи из регионального управления. Делать просто эти анализы, вот так, по желанию, тем более платно, не имеет никакого значения, потому что они вам не гарантируют ничего, да. Они говорят только о том, что вот сейчас, в данный момент, у вас нету ковидной инфекции. Но это не говорит о том, что вы, уйдя отсюда и, может быть, проконтактировав где-то в транспорте, в магазине с человеком, который либо не соблюдает режим, зная о том, что не заболел, либо он еще не знает о том, что он заболел, что вы не заболеете. То есть смысла вот просто ходить и делать платные анализы нет никакого, абсолютно. Этот смысл появится, когда появятся тесты, которые, вы знаете, наверное, средства массовой информации на сегодня появились, да, тесты, которые проводят на наличие антител. Вот эти тесты, да, они будут говорить о том, заболеет человек или нет. Да, есть у него антитела, если в организме, то он не заболевает, значит, он уже в легкой форме, может быть, иногда даже незаметно для себя, перенес эту инфекцию, организм выработал защиту, и он не заболеет. И мы надеемся, что эти тесты у нас скоро тоже появятся. Мы наблюдаем, практически у половины пациентов инфекция проходит при положительных анализах абсолютно без всяких симптомов. То есть человек чувствует себя либо вообще здоровым, либо у него минимальная клиника, чуть-чуть пахлюпал носом, или иногда это проявляется вот тем отсутствием, временным отсутствием обоняния, или снижением обоняния. Человек в день, два, три перестает или уменьшается ощущение запахов, и это было единственным проявлением всей инфекции. Но при этом он заразен. И другой человек, у которого мог заразиться, может заболеть более тяжело, если у него снижен иммунитет или это человек из группы риска. Больше половины, половина пациентов переносит ковидную инфекцию в легкой форме. Поэтому необходимости в их госпитализации нет никакой. Они находятся на дому, лечатся, наблюдаются терапевтами постоянно. Сразу хочу сказать, развеите посильную пациенту, это отдельно выделенные врачи, которые не ходят к другим пациентам. Они наблюдают только пациентов с ковидной инфекцией. Пациентов, которые находятся в контакте и просто наблюдают сюда, побывав в контакте, да, они наблюдают с участковым терапевтами. А к этим пациентам ходят отдельные врачи и сестры, бригада из врача и сестры, которые находятся, опять-таки, пациенты спрашивают, защищены ли они. Безусловно, защищены. Они одеты по стандарту в трехслойную одежду, три слоя защитной одежды, респираторы, маски, очки, капюшоны, перчатки. Все это, безусловно, они защищены максимально.